Всем привет, мои хорошие! С вами Айка и сегодня у нас мукбанг. У нас все сегодня покупное. Здесь небольшой такой томбик, очень вкусный, но очень большой, достаточно тяжелый. Еще взяла себе чечевичный суп, который я очень-очень люблю. Здесь у нас айран и еще по скидке взяла чудо-йогурт. Вроде сроки не поджимают, но почему-то цена была очень даже приятная. Я решила попробовать. Давайте начнем с йогурта. Обычный йогурт я оставляю на десерт, но в этот раз мне прям интересно попробовать его, действительно ли с ним что-то не так. Нет, прекрасный йогурт, надо еще купить. Обожаю покупать продукты по каким-то акциям. Вкуснотища! Я люблю йогурты. Особенно чудо. На мой любимый йогурт, к сожалению, акции не было, но бывает. И вот когда бывает акции, надо купить сразу несколько штук и запастись. Я такой хомячок, во всем запасаюсь. Чечевичный суп мы немножечко поливаем лимоном. Вот таким вот образом зарядки очень мало. Забыла поставить на зарядку, представляете? Пока ходила, потому что я сама все это принесла. То есть это не доставка. Давайте делаем вот так, чтобы было удобнее. Твик себя сегодня прекрасно чувствует. Влечение однозначно пошло ему на пользу. Этот ветеринар, он, кстати, лесгин. И он очень безответственный. В плане того, что он может пропасть, может назначить времени прийти. Но в который раз убеждаюсь, что у него легкая рука. Просто одно посещение ветеринару уже дает результаты. Мы сделали абсолютно все. Сделали прививку. Он дал лекарство от глистов. Дал лекарство именно от цистита. Извиняюсь, не к столу. Второй день он прекрасно себя чувствует. Играется кушать. Такой томбик прям тяжелый, большой. Хотел картошку фри взять. Но мне у них не нравится картошка прям. Вот фри в маке хорошая. В остальных местах не очень нравится. Вообще, любое заболевание нужно лечить вовремя. А то спокойно могут возникнуть всякие осложнения. Мы поменяли корм Твиксом. Корм, который посоветовал ветеринар. Будем теперь питаться правильно. Да, Твикс? Извини. Наггетсы тебе больше не перепадут. Как не прискорбно это звучит. Ильмира задает вопрос. Ильмира, тебе огромный привет. Здравствуйте, Айнур. Вы говорили в одном из мукбанков, что пожалели, что сделали брови. Подскажите, пожалуйста, брови поменялись в цвете, отдают в синеву или в красноту? Или в чем проблема? Нет, абсолютно подобных проблем у меня нет. Дело в том, что обычно, насколько я знаю, в синеву или в красноту брови отдают, когда некачественные материалы. Я даже на коррекцию не ходила. Моим бровям 9 месяцев. Они абсолютно не поменяли цвет. Просто я для себя поняла, что это не моя процедура абсолютно. Я думала, что я сделаю брови и буду ходить, просто не красить их абсолютно. Оказалось, что это не так. Но никаких изменений в цвете у меня нет. Они немножечко потускнели, где-то, наверное, на полтона. Но я их подкрашиваю, как и подкрашивала сразу после процедуры. Ну, то есть прошел месяц, поскольку я сделала брови, я все равно их подкрашивала. Мне кажется, синие, там, красные брови – это прошлый век. И это происходит только в том случае, когда использованы некачественные материалы. Например, вчера мне писала девушка. Просто топ-мастер в боку. По перманенту. Она мне предлагала бесплатно сделать за пиар губы или подкорректировать брови, или нарисовать стрелку. Я сказала, что спасибо, но нет. Просто я попробовала и поняла, что эта процедура не для меня. У меня довернусь в трам. Сделала губы перманент. У нее корочка очень неравномерно сошла. Где-то остался пигмент, где-то нет. В общем, она тоже не очень довольна. Поэтому таких проблем у меня нет. Но если бы можно было вернуть время назад, например, не делать эту процедуру, я бы не сделала. Просто бы рисовала каждое утро брови. Я все равно так и делаю. А так в плане красок, в плане качества материалов. Да и вообще у меня нет никаких претензий к мастеру, который сделала мне брови. Единственная проблема просто во мне. Мне здесь супчиком еще положили хлеб, обычный самый. Но мне хлеб не понадобился. Самая офигенная процедура, которую я сделала, это губы. Посмотрите мои старые видео. Посмотрите там на мои губы. Мне совершенно не нравится, как я выгляжу там. Сейчас просто другой человек. Просто лучшая процедура, которую я сделала, это губы. Плюс еще у меня косметолог от бога. В инстаграме много раз ее отмечала. Вы можете посмотреть. То есть вижу других девчонок, у кого там комки в губах, симметрия, разные проблемы. У меня ничего подобного. Она умеет вовремя тебя остановить. Скажу, что Айка достаточно. Больше тебе не надо. Тебе не подойдут слишком большие губы. Даже если ты все равно решишь делать губы, она тебя отправит к другому косметологу, потому что она считает это некрасиво. И она права на самом деле. Некоторые девушки перебарщивают. Действительно портят свои губы. Потом гель мигрирует куда-то сюда. Поэтому Триксик пришел просить ты на диете, дурачок. Как сложно ему давать его лекарства. Это просто нечто. Это у нас целый квест. Мне его так жалко. Просто выхода нет. То лекарство купленное и лечение наполовину оставлять нельзя. Надо доводить до конца. Если не долечить, потом заболевание может перейти в хроническую стадию. Какой томбик вкусный. Прям нечто. Это та доставка, с которой я, короче, перепутала. Заказала в Гюнашли. Один раз у меня с этой доставкой то же самое было. В приложении я не посмотрела, какой филиал. Я вообще думала, что это заведение единственное у нас здесь около дома. Оказывается, у них очень много филиалов. Нечаянно заказала в Гюнашли. Потом даже что-то поехать не смогла. В общем, насчет процедур. Вот смело могу вам советовать губы. Я вот каждый раз первами говорю, тебе бы подошло 0,5 на верхнюю губу. А она такая нет. Я не хочу пока что ничего делать. Я понимаю, что я не права. То есть человек сам должен решать. Не стоит давить на человека. Ну, это просто лучшее, что я сделала с собой. Вот реально. Ну, кроме лазерной эпиляции. Сниму сейчас мукбанк. Две-три минутки полежу и пойду покупать еще такие йогурты. Просто по акции за копейки. Я большая любитель йогуртов. Вкуснотища. У нас из мукбанка остался только хлеб. Но просто сырой хлеб мне кушать не хочется без ничего. Поэтому, наверное, на этом все. Не забывайте ставить лайки, подписываться. Всех люблю. С вами была Айка. Пока.